всем привет вы снова на канале ever channel и сегодня как я обещала я расскажу о анти трендах 2017 года а именно о тех трендах которые отошли уже в 2016 году или медленно сейчас отходят из моды итак давайте начнем и первый анти тренд о котором я хотела сказать это чокеры чокеры весь мир как в инкубатор и ходит в этих чокерах они медленно сдают свои позиции все социальные сети переполнены этими фотографиями с чокерами на улице до сих пор можно встретить много девушек которые ходят в чокерах но пожалуйста доносите их в этом сезоне и уберите они уже больше не модные анти тренд номер два это толпы открывающий живот особенно часто их можно встретить в комбинации с они жинцами с заниженной талией этот тренд уже давно отошел еще в 2016 году из моды он больше не актуален анти тренд номер три это баска платье с баской блуза с баской какая-то юбка с баской это больше не модно в моде сейчас обильное наличие каких-то воланов рюшечек анти тренд номер четыре это пышная юбка на смену ей она больше не модно на смену ей пришла юбка карандаш причем такой вариации как длина мидия сейчас очень много можно встретить юбка карандаш магазине в каких-то онлайн шопах в интернете в разных вариациях разных цветах таких как нежно-розовый нюд нюдовом бежевом цвете каком-то нежно-голубом из разных материалов трикотажных замшевых бархатных пожалуйста все ваших руках выбор для вас выбирайте одевайте применяйте и носите ради бога анти тренд номер пять это комбинезоны комбинезоны долго держались не сдавали свои позиции два сезона но сейчас они отошли все на смену и пришли сарафаны и платье 6 анти тренд который уже давно отошел из моды это жилетка жилетка меховая жилетка точнее сказать без разницы с натурального она меха или из искусственного 7 анти тренда которым я хотела сказать волосы неестественного цвета а именно какие-то синие розовые фиолетовые это смотрится настолько вульгарно и дешево не знаю неопрятно как-то в моде сейчас естественность моде натуральность красьте волосы пожалуйста в какие-то красивые цвета чтобы это смотрелось гармонично с вашим образом чтобы это выглядело естественно и привлекало внимание восьмой анти тренд о котором бы я хотела сказать это юбка макси ей на ноги наступает уже как я уже говорила юбка миди длина миди все окончательно макси выходит из моды причем длина миди в таких вариантов юбка миди в таких вариантах как юбка карандаш как я уже сказала или какой-то а силуэт опять же те же а силуэт юбки можно их выбрать например в кожаном варианте все эти юбки без разницы юбка карандаш или юбка а силуэт прекрасно смотрится из мюли и с какими-то классическими туфлями лодочками и может быть с лоперами так далее общем то скажем так такой практичный вариант который подходит к любой обуви следующий анти тренд о котором бы я хотела сказать это платье бандаж такие обтягивающие платья уже давно не в моде они уже давно отошли вот это вот открытость его аля секси стайл это больше уже не модно и последний анти тренд о котором я хотела сказать это у кита они тоже уже отошли они больше не в моде несмотря на то что чуть ли не у каждой второй девушки они есть это удобно практично на каждый день я согласна например лично мне каким-то холодным ранним утром как-то нужно отвезти детей в школу или детский сад мне проще всего одеть какую-то парку джинсы эти руки с тоненьким носочком тепло удобно не занимает много времени которого обычно утром не хватает тебе не нужно застегивать сапоги или натягивать какие-то высокие сапоги или зашнуровывать какие-то ботинки это большая экономия времени но к сожалению все уге сдали свои позиции но если по сути сказать то в принципе они никому не шли они не делали ногу стройнее особенно девушкам которых у которых полная фигура полные ноги они еще больше толстили может быть и хорошо что этот тренд ушел в 2016 год остался позади вот в общем то все тренды все анти тренды которых я хотела сказать сегодня если вам понравилось мое видео ставьте пальчики вверх смотрите другие мои видео подписывайтесь на мой канал и кстати в следующем видео я хотела бы рассказать о трендах обуви 2017 года все всем большое спасибо и пока пока